Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Самара Гиз. С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата. Что ж, жаркая пора сейчас для всех абитуриентов, будущих студентов, их родителей, бабушек, дедушек. Все думают, куда же драгоценное дитя пристроить. Но само драгоценное дитя думает, что я хочу вроде и туда, и сюда, и там мне нравится, и там мне нравится. Ну, в общем, пока, если вы еще не определились, если ваши документы еще лежат, и вы не знаете, куда их отнести, а есть желание научиться чему-нибудь интересному и даже, может быть, необычному, и самое главное, чтобы это в жизни пригодилось. Вот сегодня мы поднимаем такую тему, куда пойти учиться. Если будут вопросы к нашим гостям, не стесняйтесь, мы всегда рады их принимать в прямом эфире. 202-11-22. Что ж, давайте знакомиться. Наши первые гости представляют свое учебное заведение. Это Самарский государственный издательско-полиграфический техникум. Тот самый, который находится в исторической части города, мимо которого наверняка уже проходили, гуляли, знаете. А вот теперь узнаем, что там, собственно, происходит, чем живут, дышат студенты, преподаватели. С нами здесь, давайте знакомиться, Наталья Вениаминовна Горожанкина, руководитель учебно-производственного центра Самарского издательско-полиграфического техникума. Здравствуйте. Заместитель директора по учебно-производственной работе Ирина Анатольевна Бабич. Здравствуйте. И заведующая лабораторией специальности полиграфическое производство Татьяна Васильевна Максимова. Добрый день. Добрый день. Ну что, у вас уже все горит, жаркая пора, все идут. Мы уже принимаем. Принимаете. Да, было бы желание, а мы всегда готовы принять. Ну, такая небольшая историческая справка. Можно чуть-чуть прямо рассказать про ваше учебное заведение, как давно и что, собственно, там происходит у вас? Ну, в этом году мы будем отмечать уже 50 лет, как мы готовим специалистов для полиграфической полиграфии. Ну, ты к юбилею, собственно, и хотел подвести. То есть уже 50 лет мы готовим людей, которые изготавливают ту огромнейшую печатную продукцию, которая нас постоянно окружает. Книги, газеты, журналы, реклама, упаковка. Вот как это сделать правильно, современно, интересно, доступно и самому на этом заработать, конечно, мы научим. То есть, если есть способности, если есть желание, если есть, я не знаю, какие-то цели, да, как-то чего-то достичь, чего-то добиться, друзья, обратите внимание. Ну, давайте, собственно, поговорим. Раз у вас уже документы принимаются, какие специальности вот в этом году, может быть, у вас новые, может быть, какие-то востребованные какие-то? Ну, первая наша специальность, я считаю, всегда самой основной, это полиграфическое производство. То есть мы готовим техников, технологов для того, чтобы правильно изготовить печатную продукцию. От того момента, когда приходит заказчик и говорит, а изготовьте мне, пожалуйста, буклеты. До того момента, когда он эти буклеты готовые получает. То есть весь полный цикл от заказа, заработка макета, сама печать и послепечатная обработка. Вторая специальность, издательское дело, как в электронном виде подготовить материал к тому, чтобы напечатать. Очень интересная перспективная специальность, два уровня подготовки, базовый уровень и углубленный уровень уже выходят редакторы. Следующая специальность, это дизайн. Дизайн у нас графический, то есть это внешний вид всей любой печатной продукции. С которого никуда. Но ни одна печатная продукция не получится, потому что мы с первой всегда очередь смотрим на внешний вид. Какое бы внутри содержание ни было. Потому дизайн это сейчас на расхватах. Да, да, очень много желающих. Единственное, что это единственная специальность, на которой есть творческий экзамен, рисунок. Следующая специальность, это реклама. То есть мало нарисовать, мало напечатать. Необходимо же это продать. А как продать? Надо рассчитать, насколько это будет выгодно. Для какой целевой аудитории, какие мероприятия будут эффективны, чтобы не потратить деньги впустую. Вот как это сделать, мы этому учим. Следующая специальность, техника, искусство, фотография. Она достаточно молодая специальность. Да, мы второй год ее открываем, потому что было огромнейшее желание наших жителей города обучаться фотографии. Сначала у нас были курсы, и в прошлом году мы открыли эту специальность. То есть какие виды съемок, какая фотоаппаратура, как провести видеосъемку, как это все правильно обработать, как получить конечный продукт, вот это мы учим. То есть получается, это не просто курсы, это уже образование. Дипломное образование, да. И в дипломе будет написано фототехник. А можно открыть свое собственное дело. Собственно, некоторые студенты у нас так и поступают, по окончанию открывают свои собственные фотомастерские. Да у вас вообще можно собрать этот, значит, на... Этот дизайнер, этот дизайнер, этот рекламщик, да, этот печатает. С тобой в конторе получилось уже, все, ребята. Конечно. Поэтому у нас следующая специальность – это коммерция. Менеджер по продажам. Самая востребованная специальность, потому что сейчас продается абсолютно все. Начинает хлеб и молоко, и окончает виртуальными услугами. Поэтому как правильно продать, как рассчитать, опять же, ту аудиторию, которая купит, как правильно определить логистику, доставку, какие технологии использовать при продаже. Вот этому мы учим. Следующая специальность – у нас две новые специальности. Это документационное обеспечение управления. Готовим будущих секретарей, офис-менеджеров, специалистов кадровой службы. И вторая специальность, очень востребованная на данный момент – это сервис домашнего и коммунального хозяйства. Будем готовить работников для ТСЖ, управляющих компаний, потому что сейчас каждый дом стремится к тому, чтобы была собственная управляющая компания. А специалистов, по большому счету, еще нет. Поэтому мы таких специалистов тоже будем готовить. У нас могут приходить учиться как на базе 9 классов, на базе 11 классов. Это очная форма обучения. Взрослые населения мы можем также обучить как по заочной форме обучения, так и по дистанционной форме обучения. Я хочу спросить у ваших коллег. Ирина Анатольевна, как давно вы работаете? Что, может быть, про свой такой замечательный техникум, лицей, вообще техникум, да, рассказать хочется? Ну, вообще, я работаю не очень давно, всего два года. Но вы знаете, вот когда я сама вошла в учебное заведение, я, честно говоря, в него влюбилась. И вот все, кто приходят, отмечают нашу камерную обстановку очень уютно, очень комфортно и по-домашнему себя чувствуют. С другой стороны, студенты чувствуют ответственность. Вот когда к нам в корпус заходишь, во-первых, мы всегда говорим, что это все-таки историческое здание, историческая лестница, по которой 120 лет ходили люди, в общем-то. И она у нас в нетронутом виде. Везде картины, фотографии, то есть у нас все, что мы производим, мы все это показываем, люди это видят, всем это нравится. Поэтому впечатления, конечно, складываются всегда очень хорошие. Ну и, конечно, большую роль играет коллектив. То есть коллектив настоящих профессионалов, которые преданы своему делу, которые знают свое дело, любят и готовы всегда делиться своими знаниями, умениями, навыками. У меня такой же вопрос, Татьяна Васильевна. Вы как давно работаете? Что можете про свою, может быть, лабораторию нам интересного рассказать? Я вот как журналист, мы были в Доме печательной экскурсии, была у нас техника и технологии СМИ, там всякие насечки, вырубки и так далее. Что-то там отдаленно-отдаленно есть. Вот у вас в лаборатории что интересного? Ну, скорее всего, я, наверное, начну рассказ с того, что 10 лет я работаю в этом техникуме. Пришла я из полиграфической отрасли и пришла, вернулась в техникум, потому что я когда-то была его выпускницей. Вот так. После этого я закончила Московский институт, отработала в нашей отрасли, Самарской области полиграфии, в том числе и в ваш знаменитый Дом печати. То есть там я тоже работала. И вернулась в техникум, и сейчас техникум переживает, скажем так, новое возрождение. Вот эти 10 лет мы техникум стараемся сделать именно тем, каким его видят сейчас, камерным. Мы знаем всех своих ребят, мы знаем всех своих выпускников. Мы созваниваемся с ними, ждем их в гости. Они очень с большим теплом. Потом, да, преподавают. То есть все оборудование, которое сейчас применяется в полиграфическом мире, естественно, мы не можем охватить все виды печати, их несколько. У нас направленность цифровой и оффсетной печати. Вот эти виды оборудования у нас представлены. Представлены самые современные. Мы обучаем наших студентов на учебной практике на этом оборудовании. Даем им самые необходимые первоначальные навыки с тем, чтобы, когда они придут на производственную практику на предприятии, они были уже знакомы с этим оборудованием. Наши преподаватели, так же, как и я, имеют очень большой стаж работы на предприятиях. То есть это бывшие производственники, имеющие также высшее образование, ну и опыт работы уже по преподаванию. В вашей профессии только одной теории никак. Нет, конечно, у нас технику. Наш большой плюс в том, что как раз у нас собственная типография лаборатории, то, что именно обучаем практическим навыкам. Поэтому работодатели, когда к нам приходят, они к нам идут постоянно в гости по всем специальностям и всегда говорят, что вот большой плюс, что не просто они знают теорию, но знают с какой стороны подойти к машине, подойти к станку, к резальному, как книгу переплести. И вот результаты студенческих работ, кстати, это наши миниатюрки. Казалось бы. Это все ручная работа, это верстка, переплет, это все ручная работа наших студентов. Друзья, можно сейчас обращусь к телезрителям. Если есть у вас какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям, мы представляем Самарский государственный издательско-полиграфический техникум. Если будет желание задать вопросы, это действительно сейчас, может быть, для кого-то актуально, звоните, не стесняйтесь. 202-11-22. Ну, своим студентами всегда гордиться и хвалиться хорошо. Как вообще по поводу обучения? Понятно, что разные специальности, разные какие-то ребята, преподаватели. Вот по поводу документов, экзаменов. Какие вы принимаете? Что нужно, может быть, какие-то особенные пожелания? Кроме рисунка, естественно, дизайн. Ну, так как у нас техникум, поэтому мы принимаем без экзаменов на основании оригинала аттестата. Главное, чтобы было желание к нам поступить. Ну, там определенный пакет документов, это копия паспорта, аттестат, да, стандартный пакет документов. И когда они к нам приносят оригинал аттестата, высчитывается средний балл, и они к нам зачисляются на основании аттестата. Единственное, как я повторюсь, это творческий экзамен на дизайн рисунок. И все, потому что нам необходимо знать, как они будут рисоваться. Вот, с нуля учить или уже есть какая-то база. То есть не палка-палка, а огуречка, а хотя бы там что-то такое. Обязательно, потому что они со второго курса очень много рисуют и уже выполняют определенные заказы для тех же наших миниатюр, для нашей рекламы, для каких-то других моментов и заказов. Поэтому необходима какая-то вот основа. У нас телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, мне 35 лет, я в настоящее время домохозяйка, но собираюсь выходить на работу. Я могу вот вступить на заучное обучение в эту технику? Хорошо. А вы на какую специальность хотите? Ну, мне вот интересно ставить редактора, связанный с оформлением, может быть. Да, Ирина, вы можете к нам поступить на специальность издательское отдело. Как раз то, что вас интересует, это оформление и редактура. На дистанционную форму обучения, то есть вы будете дома находиться, вам будут присылаться контрольные работы и различные задания, вы дома их будете выполнять. Если необходимы консультации, либо онлайн, либо очные, если вы же проживаете в Самаре, приходить к нашим преподавателям. И обучение будет длиться 2 года 6 месяцев. То есть через 2,5 года вы получите диплом, в котором будет написано «Специалист издательского дела». Но у вас еще ведь есть и курсы. Есть и курсы, они у нас осуществляются по мере набора групп. Поэтому здесь надо смотреть, что принципиально. Если конкретно уже работаешь в этой отрасли и просто надо как бы восстановить какие-то навыки, то курсы. Если хочешь этим заниматься с нуля или поменять ту отрасль, которая раньше работала, то, конечно, лучше заочное обучение. Ну, я хотела спросить еще, где могут ваши студенты проходить практику? Ну, наши студенты проходят, кроме учебной практики, которая проводится непосредственно в техникуме, наши студенты проходят практику на предприятиях города. Если они проживают в городе Самаре, по желанию студентов, по договоренности с различными предприятиями, мы можем их направить и в какие-то другие города. У нас были такие предложения, например, от Оренбурга, куда мы посылали своих ребят. Причем их с удовольствием взяли и взяли сразу на ИТРовские должности. То есть их поставили сразу мастерами. С Тольятти, типография автоваза, мы имеем очень большие связи. Они с удовольствием берут и наши ребята. В прошлом году две выпускницы наши сейчас работают. В этом году у нас прошли практику. Есть такие типографии, как эффект, типография азимут, типография печатный двор. То есть мы стараемся все-таки направлять ребят на предприятия, которые наибольшие оснащены современной техникой, имеют различные технологии и различные виды цехов. То есть чтобы там было и допечатное оборудование, и печатное, и послепечатное. То есть они получили бы полный комплекс. В том, да, весь спектр. В том числе и по дизайну. То есть мы работаем со многими и дизайн-студиями, с рекламными агентствами. Вот Fine Design Studio мы с ними с удовольствием работаем. Везде свои люди. Конечно. А у нас телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте, я тут новая Ирина, у меня еще один вопрос. А вот скажите, обучение, оно платное? Вот вы не сказали. На издательское отдело, на дистанционное обучение, оно платное. 11 тысяч в год, оплата по полугодиям, либо помесячно. Еще вопросы? Спасибо. Как протекает ваша внеучебная жизнь? Давайте, может, Ирина Анатольевна спросим. Давайте. Потому как тут все уже кличут. Ну, понятно, что самое основное все-таки это освоение специальности. Ну, это занимает у нас где-то порядка 6 часов в день. Все остальное деятельность, дети у нас, все остальное время, дети у нас, конечно, привлекаются к различным мероприятиям. Наверное, все-таки в таком режиме. Не повелительно на таком, а пожелание. Нет, нет, ни в коем случае. Добровольно. Добровольно. Только добровольно, да. Ну, понимаете, там сложно не принимать участие, потому что мероприятие очень интересное и завлекает, в общем-то, детей. Не по одному, два из групп, а фактически участвует вся группа. Ну, приведу, например, в качестве примера. Научно-практическая конференция, конечно, это серьезное мероприятие. Там люди должны осознанно выступать. А вот есть такие мероприятия, на которых тоже выступает осознанно, но тут еще играет роль большой азарт, потому что хочется занять призовые места. Ну, например, в декабре у нас приходил конкурс профессионального мастерства «Вивот бумага». То есть там было море всяких конкурсов внутри вот этого конкурса профессионального мастерства. То есть мы делали из бумаги красивые модели одежды. Причем участвовали не только в специальности полиграфической направленности. У нас есть такие специальности еще туризм и гостиничный сервис. И у них модели были, ну, скажем, на уровне, конкурировали, как у профессионалов. Кстати, в окнах у нас нашего учебного заведения модели до сих пор стоят. И люди, когда проходят, видят эти модели. И альтернативная елка конкурса, и конкурс украшения кабинетов. То есть, ну, тут по неволе действительно задействована вся группа. Проходил у нас первый раз, надеемся, он станет традиционный, городской конкурс «Чайная история». Длился три дня. То есть мы ставим как бы вот в альтернативу чайные напитки всем другим напиткам. И на протяжении трех дней у нас шли мероприятия, посвященные вот именно чайным церемониям. Да, русской чайпития, английская, китайская, с показом, с демонстрацией, с дегустацией, с пирогами русскими. То есть тоже это все, всех очень завлекло. И тоже были конкурсы, естественно. Вот, и ребята с удовольствием участвовали. У нас фотографии, кстати, есть. Давайте посмотрим. Жизнь бурлит, жизнь кипит. И там весьма, знаете ли, такие зажигательные девочки и мальчики. Ваши? Да, это наша группа танцевальная. Некоторые девочки, большинство из рекламы, в этом году они заканчивают у нас наши выпускницы. Вот, а вот Ирочка трусовая у нас. Ну, это учебный процесс. Все чистенько. Это издатели, да, это наши издатели. Светло. Сделали вид, что они что-то там не так делают. Нет, они их делают. Они очень много. Полный вид не сделаешь. Мы тоже уделяем большое внимание, потому что ребята, команда наша участвует во всех мероприятиях. Это вот конкурс как раз. Фестиваль, как тоже можно. Это одно из платьев. Это вот они в качестве танцевального, в танцевальном виде показали эту платьев. Приглашайте нас, приглашайте. Мы будем приглашать. Мы сидим в жюри с удовольствием, примерим. С удовольствием вас пригласим. Это наши девочки. Работаем мы на Экспо Волге. Рассказываем про наши специальности. Это наши выпускники, победители в 2012 году профессионального национального чемпионата WorldSkills Russia 2012. Мы взяли три призовых места, все три золотые медали. Это были наши победители. Но это наше знание. По полиграфии мы все победили. Проходили все наверняка, заглядывали в окна. Ну что, хочется, наверное, сказать всем тем, кто, может быть, еще сомневается и никак не определяется. Но хочется творческой профессии, нестандартного, может быть, подхода к обучению. Да еще и таких веселых преподавателей, друзья. Я не задумываясь, отправляйтесь. Далее у нас будет обязательно информация, где найти, как подготовить, какие-то, может быть, сейчас у вас ручка, листочек. Давайте записывайтесь, совсем скоро будет телефонный адрес. Но вам хочется сказать спасибо, что пришли. Приходите еще, приглашайте. У вас очень интересная работа. Очень интересно. Ну, а в второй части программы тоже будем говорить, мне кажется, об одном из лучших и старейших лицеев. Что же это будет? Не переключайтесь. Совсем скоро вернемся в студию. Вечная профессия врачи. Вечная профессия педагоги. И я считаю, ну вот, конечно, одна из главных тоже, это юридическая специальность юриста. Вот у меня муж был юрист, поэтому я знаю, что без этого никуда. Выпускникам обязательно надо поступать в медицину. Врачей не хватает катастрофически. Пусть поступает все в технические вузы, хватит экономистов и юристов. По-моему, уже век, время юристов прошел, экономистов. Я так думаю. Педагогически, может быть, все-таки детей учить, там, в школах преподавать, с воспитателями, там, работать. Вот так вот я думаю, наверное. Я думаю, популярные профессии сейчас должны быть технические, потому что время, допустим, прошло одно, сейчас наступает это время немножечко другое. Нужно не ломать, а созидать. А для того, чтобы созидать, нужна и голова на плечах технические. Ну вот я учусь на дизайне. Мне кажется, дизайн будет популярной, такая профессия, потому что там много отраслей разных. Дизайн полиграфии, интерьер, ландшафтный. Сейчас дизайн очень актуален будет, потому что дача. Ну, я думаю, дизайн такой актуален, такая профессия. Ну, юристы, адвокаты, это 100% дипломаты, наверное. Какие у нас еще? Ну, сейчас строительство идет везде, наверное, архитекторы в основном. И вообще-то рабочая сила как бы нужна больше, потому что все, в институте, в институте, работать некому. Ну, я как врач советую медицинский. Ну, раз советуете нам в медицинский, вот вам, пожалуйста, наши следующие гости Самарский медико-технический лицей представляют. Давайте знакомиться. С нами здесь Игорь Николаевич Минаев, заместитель директора по учебной работе. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель директора по воспитательной работе Наталья Николаевна Петрова. Здравствуйте. Доброе. Ну что, вот сколько людей, столько и мнений. Про ваше учебное заведение, я сказала, старейшее. Ну, наверное, оно так много везде звучит и так много о нем говорят, что кажется, что оно вот такое, очень-очень старое, с историей. Так ли это или нет? Ну, на самом деле, самому лицею всего 22 года. И мы очень гордимся тому, что наш основатель, до сих пор действующий директор Наталья Борисовна Серебрякова, которая как бы с большой командой начала, и очень много нашего преподавательского состава работает по сей день. В этом, наверное, наша фишка где-то, и наш, как бы, конек, да. И основные отделения, которые когда-то в лицее были заложены, они до сих пор существуют и развиваются, но все не стоит на месте, и мы вместе со временем движемся вперед, и все инновации, и все федеральные государственные стандарты, которые сейчас в общем образовании присутствуют, в нашем лицее также применяются и развиваются. Но если говорить о каких-то особых, уникальных вещах, можно сказать о том, что наше заведение многопрофильное, то есть там несколько профилей у нас. Медицинское, техническое, экономическое и отделение международного бакалавриата по всем трем направлениям существует. Это одна из сильнейших в городе команды педагогов. Это повышенный уровень сложности в образовательном учреждении, который в свою очередь дает хороший высокий результат, и большой процент наших учащихся поступает в ведущие вузы не только в столицы, но и мира. Это можно подтвердить, потому что когда кто-нибудь в компании говорит, я там закончил медико-технический лицей, все да, и такое в глазах у людей уважение, потому что, видимо, все-таки у вас там педагоги-то хороши. Расскажите, кто у вас сейчас там преподает, работает, ведь наверняка профессионалы своего дела. Это рада слышать, когда наши выпускники где-то проявляют себя. Конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что по профилям, которые у нас есть в лице, это техническое, медицинско-экономическое, поэтому встречаться наши выпускники могут во всех учреждениях, во всех областях. На техническом отделении у нас углубленно изучается физика, математика, информатика, и углубление начинается во всех классах. На медицинском отделении это химия, биология, и немного углубляется физика. И экономическое отделение здесь история, общество, знание и английский язык. Наиболее глубоко изучается по этим предметам. Надо также сказать, что кроме вот основных предметов, очень развиты у нас специальные спецкурсы, кружки, по которым приглашаются преподаватели из вузов, кандидаты наук, доктора наук, и уже детям как предпрофильное и профильное обучение помогает им выбрать свою профессию в дальнейшем и не перепутать. Своим примером доказать какие-то моменты. Да, 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 непосредственно. И также надо сказать, что вот на каждом из этих отделений есть отделение международного бакалавриата, которое готовит детей уже непосредственно от поступления в высшеучебные заведения за рубежом. Ну это для вас новинка? Вы к этому долго шли? Или вот как это, само собой? Международный бакалавриат, вообще это организация, которая была образована в 1968 году. Это некоммерческий образовательный фонд. Работает эта организация более чем в 140 странах мира. Инициатором вот именно в Самаре мы являемся уникальным учреждением, которое именно эту программу представляет, программу международного бакалавриата. Инициатором внедрения был Александр Михайлович Кондаков, который непосредственно идейный вдохновитель был именно этого направления. И сейчас это один из разработчиков новых федеральных государственных образовательных стандартов, который внедряется вот уже в течение пяти последних лет у нас в Российской Федерации, в том числе и в Самарском медико-техническом лицее. И здесь вот именно идеи международного бакалавриата, они переплетаются с новыми федеральными стандартами. Поэтому мы, как лицей, работающий по программе международного бакалавриата с 2000 года, уже достаточно давно, и те идеи, которые на сегодняшний момент внедряются, мы их уже продвигаем и работаем по тем программам, которые помогают учащимся в будущем определиться и достичь высоких результатов, и быть более конкурентоспособными при поступлении в высшую учебность. Это хорошо, когда есть чем гордиться, да, так вот, говорите, у вас прям глаза горят, это значит, ну, работают программы. Друзья, если есть вопросы какие-то, звоните, не стесняйтесь, по-прежнему мы же в прямом эфире 202-11-22, звоните. Многие не знают вообще, вот, может быть, кто-то сейчас хочет спросить, стесняется. С какого возраста, да, к вам отдать человечка? Ну, у нас обучение, как в общеобразовательной школе, с 1 по 11 класс, несколько ступеней обучения, то есть начальное звено, как у всех, с 5 класса, поскольку ребята переходят в большой лицей, к нам иногда бывает добор, вот. Ну, а основной добор в этом году, как традиционно, у нас идет уже на профилизацию на 8 класс, то есть до 7 класса, фактически все классы проходят одинаковую общеобразовательную программу с нашим лицейским компонентом, после 7 класса они определяются с профилем, это может быть медицинское отделение, это может быть техническое отделение, это может быть экономическое отделение, также на каждом из них существует группа ребят, которые занимаются по программе международного бакалавриата, соответственно, со своими дисциплинами, с дисциплинами на языке, с возможностью получить международный диплом, который в дальнейшем, как бы, будет ими использоваться. И вот в эти 8 классы мы можем осуществить сейчас добор, поскольку у нас седьмых было класса 2, несколько человек мы уже приняли, доборы еще у нас есть, поэтому есть возможность поступить в 8 класс на медицинское, техническое и экономическое отделение. Интересно, сложно ли в 8 классе уже определиться вот с этой направленностью, уже понятно человеку, что он хочет? Обычно дети, которые учатся, они, подходя к 8 классу, уже знают те предметы, основные уже начались. К чему тяга есть, да? К чему тяга есть, да, и они непосредственно эти предметы могут участвовать на углубленном уровне. Но, несмотря на это, обучаясь в 8 классе, если они понимают, что это не их направление, они могут перевестись с одного отделения на другой, поэтому мы вводим спецкурсы, где дети ходят непосредственно уже и изучают анатомию, ходят в вузы и понимают, могут ли они учиться на медицинском отделении, либо им нужно на техническое отделение, или наоборот. То есть здесь возможность перехода, она всегда присутствует. Ну, а какой-нибудь, не знаю, научной деятельности, те же самые конференции, исследования, какие-то ребята у вас проводят? Совершенно верно, да. С начальной школы, как во многих общеобразовательных учреждениях, они занимаются проектами, но у нас организованы и свои большие лицейские конференции. А поскольку есть возможность привлечь не только наших педагогов, но и педагогов вузов, с которыми мы сотрудничаем не первый год, и которые, кстати, с радостью работают с нашими ребятами, то лучшие учащиеся и начальной школы, и среднего звена, и, конечно же, старшего, участвуют в городских всесоюзных, всероссийских конференциях и выезжают, допустим, на форумы в Москву, причем по результатам привозят призовые места и имеют возможность на льготное поступление в лучшие вузы. То есть, в принципе, есть с кем гордиться. Более того, они выезжают на выставки, допустим, и в Европу, и в Америку у нас учащиеся ездили, как бы с призовыми местами, и была даже ситуация, когда сам ребенок из трех вузов, в которые его пригласили учиться, выбирал, куда же он пойдет. А куда же мне пойти учиться? Да, совершенно верно. Приоритет уже как бы есть. Ну, повышенная нагрузка и высокое качество преподавания, она дает о себе знать, если ребенок тянет эту нагрузку. Причем вот эта работа, она выстраивается системно, то есть ученики, начиная с первого класса, уже пишут проект, они знают, как это делать. Грамотно, да. Да, дальше в среднем. Подать себя, наверное, подать свой проект. Совершенно верно. То есть, они учатся не только написание конкретных работ, но это и выступление, это навыки коммуникативной работы. То есть, здесь, в этом плане работа выстроена достаточно полномерно. Выбирать классическое лицейское образование, какая может быть другая вообще, не знаю, методика или манера преподавания. Ну, а вот, я не знаю, сейчас же все так озабочены вокруг ЕГЭ и так далее. Есть ли, допустим, какие-то у вас данные, как ваши дети сдают ЕГЭ? Естественно, ЕГЭ, оно негласный, так сказать, рейтинг, по нему выстраивается рейтинг учебных заведений, и в городе, естественно, проводится, есть рейтинговые, ежегодно выпускаются книги, в которых проставлены результаты ЕГЭ всех учебных заведений. Ну да, это брошюрочки, куда бы все учиться. Да, да, да. И обычно, даже на сайте региональный центр мониторинга, они выставляют эти данные. И родители, обычно поступая, выбирая учебные заведения, конечно, отслеживают эти рейтинги. Мы также со своей стороны отслеживаем эти рейтинги, на каком этапе мы находимся. И я могу сказать без ложной скромности, что мы в пятерку лучших учебных заведений именно города Самары входим, и по результатам именно единого государственного экзамена. Поэтому мы считаем, что это большая заслуга наших педагогов. Смотрите, смотрите, нам не стыдно, да? Да, да, да. Пожалуйста, вот все, что есть. Абсолютно верно. Каждый год, естественно, у нас также есть стубальники. Мы можем сказать, что в прошлом году у нас было пять стубальников по химии. Что было по химии? Это же вообще... Да, в этом году у нас один стубальник по литературе и один стубальник по русскому языку. В этом году достаточно мало стубальников. У нас они есть. Мы ими гордимся. Ну, гордиться учениками хорошо, а гордиться педагогами тоже хорошо. Нужно. Кто ваши преподаватели? Ну, преподавательский состав в основном это люди, которые работают не первый год и даже не первое десятилетие. Мы очень гордимся тем, что у нас есть целая плеяда педагогов, которые пришли буквально сначала, с основания, с истоков лицея и до сих пор работают и делятся своим опытом с молодежью. Много педагогов, которые 10-15 лет проработали. Очень гордимся тем, что есть и почетные учителя, и больше 75% нашего состава – это высшая ассоциационная категория, конечно. А династии есть у вас? Династии есть тоже, да. Более того, есть выпускники, которые уже пришли. И в этом году трое наших педагогов стали кандидатами наук, и один из них, одна из них – это наша выпускница, которая уже закончила лицей, закончила педагогический университет, вернулась к нам работать, написала диссертацию. Поэтому нам очень приятно. Ну и нужно сказать, что, конечно, многие выпускники уже становятся нашими родителями, и это тоже очень приятно. Ну, за 20-то с лишним лет, конечно. Тут уже целая история, поколение выросло тех, кто сейчас уже приводит своих детей. Вы тоже подобрали некоторые фотографии к эфиру. Давайте мы сейчас их посмотрим, друзья. Если есть по-прежнему какие-то вопросы, хотя мы тут уже все так полно освещаем, давайте рассказывать. Это наше здание замечательное, наши ворота гостеприимные, которые всегда рады встретить вас. Полевая 74. Вот, ну это как раз наше отделение представленное, вот техническое отделение. Это как раз наш выпускник Всеволод, который сейчас учится успешно в Москве, и вот на московской выставке, его павильон. Это вот отделение международного бакалавриата. Ну они как такие европейские, прямо по образу и подобию, ничем не отличаются. В общем-то, да. И вот одни из лучших выпускников. Ну это вот проектная деятельность сначала до... Она начинается с первого класса, как ярмарка. Итогом этой проектной деятельности является ярмарка открытий. Конференции у нас проходят. Обязательно написание работ в лице, и поэтому дети все участвуют в этих конференциях. Это наш педагогический состав. Большое количество мероприятий. Отмечаем 20 лет. Да. В 2012 году было 20-летие. Ну большое количество наших мероприятий. Да, не только же учиться-то надо. Надо же еще и как-то развлекаться. Себя зарекомендовавшие туристические клубы. Вот сегодня буквально они ушли в очередной свой поход. Вот. Также много мероприятий всевозможных мы проводим и в лагерях Самарской области, куда вывозим наших ребят. И много мероприятий проходит в концертных залах Самары. То есть, допустим, традиционно 1 сентября мы встречаемся в «Звезде» и большим концертом и таким отчетом отмечаем, что у нас произошло за лето. А по итогам года есть большое красивое мероприятие, которое называется «Звездный круг», где номинанты в всевозможных деятельностях, в учебной, в культурной, в развлекательной, в педагогической отмечаются наградами и призами. Ну, если немножко так резюмировать наш разговор, лето пролетит незаметно, родители, может кто-то в отпуске, кто-то там «Ах, все, 1 сентября». Сейчас уже что можно? Как это? Пригласить первоклассников, я не знаю, пригласить думающих пока еще, восьмиклассников будущих. Что нужно? Вот как-то собрать документы, позвонить вам, прийти на консультацию, проводить ли вы там экскурсии какие-то, как это все проходит? У нас обычно ежегодно в последний выходной марта проводится день открытых дверей. Март прошел. Да, вот первый класс мы уже набрали. Мы планируем добирать, вот Наталья Николаевна уже сказала, что у нас с первого по седьмой класс два класса. А начиная с восьмой, когда начинается профилизация, мы открываем три класса. Соответственно, мы осуществляем добор по профилям техническо-медицинско-экономическое. И вот в августе месяце мы также планируем провести дополнительный набор именно в восьмые классы. 19 августа у нас будет прием документов, заявлений. Все желающие могут прийти после окончания седьмого класса вместе с родителями, написать заявление и быть зачисленными в восьмой класс. Естественно, если заявлений будет больше, чем мы можем принять, естественно, мы должны провести какое-то собеседование с детьми для того, чтобы определить некий рейтинг учащихся, поступающих на восьмой класс. Ну а до 19 августа можно как-то получить консультацию? Можно прийти до 1 июля, фактически первую неделю июля, проконсультироваться, получить консультацию по телефону, узнать на сайте информацию. Мы обязательно ее уже разместили по поводу поступления, зачисления и обучения у нас в лицее по трем направлениям и по отделению международного бакалавриата. То есть, в принципе, есть время еще подумать, поразмышлять и так далее. Ну а вот что, может быть, пожелать хотите своим студентам, ученикам, учащимся, преподавателям? У нас камера напротив работает, можно что-нибудь сказать? Мы хотели бы пожелать выпускникам, которые у нас обучались, особенно на отделении международного бакалавриата, потому что действительно на этом отделении учиться сложно, наряду с национальной программой. Они изучают программу международную, получают диплом, поступают в высшее учебное заведение за рубежом. И вот тянуть эти программы достаточно сложно. Поэтому мы им желаем, чтобы они, во-первых, поступили, реализовали свои цели, которые они хотят достичь, и жизнь у них сложилась достаточно хорошо, и чтобы они после обучения именно за рубежом, в Европе прежде всего, возвращались к нам, в Самару, и занимали топовые места в ведущих компаниях Самары и России. Ну что ж, наша программа, да, подходит к концу. Сегодня очень интересный получился эфир, время пролетело незаметно. Ну а где и как найти Самарский медико-технический лицей? Я думаю, сейчас эта наша страничка вам поможет. До встречи! Самарский медико-технический лицей проводит дополнительный набор восьмые классы на техническое, медицинское и экономическое отделения. Подача заявлений на собеседование 19 августа с 10 до 17 часов. Субтитры создавал DimaTorzok